Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука. Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с вами на одну очень важную, может быть, уже завязшую в зубах, но все равно остающуюся актуальной тему. Поговорим с вами о важности гигиены, но не простой гигиены. Когда началась пандемия COVID, конечно, все немножечко упали в нервы, вдарились в нервы. Очень активно стали мыть руки, стали носить маски, соблюдать дистанцию. Я знаю, что многие люди, покупая даже упакованные продукты, такие, например, как хлеб упакованный или крупы, мыли эти упаковки, буквально дезинфицировали. Все бегали со спиртовыми санитайзерами для рук и постоянно-постоянно соблюдали эти правила. Однако прошло время, и все мы, наверное, немножко расслабились по этому поводу, забывая, что еще лет 20 назад на рынках, там, где продавались фрукты с рук и другие продукты, везде висели огромное объявление, что нужно мыть все это как следует, обдавать кипяченой водой, горячей водой, что не ешьте немытая. Я прекрасно в своем детстве, например, помню эти самые надписи, что эпидемия полимелита, там, эпидемия еще каких-то болезней, что через фрукты, через грязные руки, через все остальное передаются опасные заболевания. И вот сейчас, заходя в гипермаркет, я, конечно, иногда удивляюсь беспечности, что ли, людей, ну, или, может быть, какой-то неинформированности о том, что может происходить, когда вы покупаете фрукты. Если вы покупаете фрукты на рынке, и их вам фасует продавец, так, как когда-то было при Советском Союзе, когда были весы, стол, ящики грязные, и продавец, который руками грязными, голыми набирал, набирал там фрукты, какие-то овощи взвешивал, и длиннющая очередь за этими фруктами. Но то там этот продавец, по крайней мере, имел санкнижку. Насколько уже санкнижка защищает от передачи опасных заболеваний, ну, это большой вопрос. Сегодня он неинфицирован, завтра инфицирован, ну, как обычно. То же самое с продавцом на рынке, но какой-то документ о его здоровье у него должен быть. Когда же вы приходите в гипермаркет и видите развалы этих фруктов, и самое ужасное, что все эти фрукты начинают перебираться. Не каждый продавец на рынке разрешит вам покопаться в ящиках с фруктами, скорее всего, что он наберет вам фрукты самостоятельно. А в гипермаркете, в магазине, когда вы приходите, они стоят на открытой площадке, каждый человек считает своим долгом подойти, пошупать это все как следует, да, положить, переложить, взять другой ящик, опять пощупать все критически, что-то купить или не купить. То, что на фруктах скапливается большое количество бактерий, ну, это не секрет, это абсолютно нормально. Любое яблочко под яблоней, огурец, грядки, еще что-то, там помыл, потер, ополоснул в ведре с водой и съел. Несмотря на то, что там где-то мышка бегала, где-то птичка какнула, где-то котик, где-то собачка, почвенные бактерии, естественно, что оно все обсеменено микробами. И в этом никакой опасности нет. Большая часть бактерий, микробов, которые нас окружают, они наши друзья. Они поставщики нам витаминов, настраиватели нашего иммунитета. В общем, у них масса полезных функций. Но совершенно другая история, когда фрукты, особенно те, которые мы не очищаем от кожуры, это может быть и виноград, это может быть та же хурма, яблоки. Ну, кто-то очищает покупные, кто-то не очищает. Даже цитрусовые, если мы даже их очищаем, все равно в процессе очистки мы трогаем руками кожуру, которую, возможно, не помыли, и лезем чистыми руками, беремся за дольки и их едим. И вот здесь опасность подстерегает как раз не в тех бактериях, которые попали на фрукты в процессе их выращивания, а опасность в тех бактериях, которые люди перенесли вместе со своими руками, когда щупали в большом количестве эти фрукты. И через какое количество людей, начиная от сборщиков и заканчивая покупателями, которые не положили этот фрукт себе в корзинку, в пакет, сколько рук прошло через этот фрукт, который вы потом съедите, отдадите ребенку, пожилому человеку, неизвестно. Ну, конечно, самое лучшее – это провести экспериментальную работу. И без сомнений, смывы с этих фруктов из магазина, из гипермаркета, они показали колоссальнейшую обсемененность микробами. Ну, как я уже сказал, не каждый микроб – наш враг. Но выявление таких микробов, как сырация марцестенс, как синегнойная палочка, как золотистый стафилококк, как другие виды стафилококков, как кишечная палочка и другие бактерии кишечной группы, в обильном количестве выявляющиеся на этих самых фруктах дают серьезный сигнал тревоги к тому, чтобы совершенно по-другому взглянуть на санитарию и взглянуть на вот этот способ покупки фруктов. Ну, конечно, когда мы приходим домой, что мы делаем с этими фруктами? Ну, помыли под водой, размазали этих бактерий. Никакая струя прохладной воды, там условно теплой, комфортной для рук, не способна в значительной степени снизить количество микробов на этих самых фруктах. Что же делать? Кто-то мне даже написал в комментариях, недавно мы про хурму говорили, о полезности хурмы, и кто-то написал даже, что вот я мою все фрукты дома с мылом, и с меня домашние смеются, говорят, сумасшедшая. Вовсе нет, ребята, совершенно не сумасшедшая. Напротив, это человек, который понимает процессы и человек, который понимает опасность вот этого всего, передачи этой инфекции через вот эти самые фрукты. Поэтому, когда вы покупаете фрукты в гипермаркете, там, где к фруктам имеет доступ неограниченное число людей с невонятными, невыявленными инфекциями, это же могут быть и глисты, это могут быть разные бактериальные инфекции, это может быть вирусная инфекция, вплоть до того же самого ковида. Да, это, конечно, хорошо держать свой иммунитет в напряжении, но ни в коем случае нельзя его перенапрягать. Поэтому я, как я сказал в начале, возможно, эта тема завязла в зубах, однако я хочу напомнить вам, что сейчас, тем более перед Новым годом, уровень потребления фруктов из магазина, конечно, увеличивается и в обязательном порядке. Приходя домой, помойте эти фрукты, но помойте их не просто под водой, там чуть-чуть пополоскать, а помойте их с моющим средством. С каким средством моющим помыть и вообще какое средство для мытья посуды использовать дома, я вам обязательно расскажу буквально в следующем выпуске. И на этом я прощаюсь с вами. Берегите себя, берегите свое здоровье, не смейтесь. Это важные, важные элементы здорового образа жизни. Вот салфеточки, которые мы носим с собой, и мытье фруктов с моющим средством должны стать для вас абсолютно обязательным каким-то условием в настоящее время. При любой возможности соблюдайте эти меры санитарии. Благо, горячая вода, моющие средства, все у нас есть, доступно. На этом я прощаюсь с вами. До встречи.